Мелкий семенящий шаг в валенках и неукротимый теннисный мяч. Такой хоккей только со стороны выглядит комично, а на самом деле сил забирает гораздо больше, чем обычный. Опытные хоккеисты признаются, на коньках играть куда проще. Непривычная обувь влияет и на стиль игры. Вместо коротких передач, дерзких финтов и быстрых движений, длинные забросы вперед и медленные сольные проходы к чужим воротам. Михаил Миронов, капитан команды «Союз», рассказывает, для его любительской команды перестроиться несложно. Хоть в валенках они играют и в первый раз, но партнеры играют вместе больше 20 лет и понимают друг друга с полуслова. Закрытыми глазами играем, зная, кто куда побежит, кто что будет делать, куда просто можно кинуть закрытыми глазами. Мячик теперь уже. За счет того, что бежать тяжелее, у нас остается дальний игрок, который в принципе решает, забивает. Такого же стиля игры через дальние забросы и вязкую борьбу вдоль бортов и у чужих ворот придерживается и команда «Снежинки». Эти игроки тоже знакомы с детства, но сейчас играют за несколько любительских команд. Такой товарищеский турнир – отличная возможность собраться всем вместе и получить удовольствие от нового вида любимой игры. В команде «Снежинки» как минимум четыре команды. У нас интернационал, так сказать. Команда «Метеорка», представители команды «Нефтяника», представители команды «Дон» и команда «Монар». Сложно найти какое-то взаимопонимание? Нет, зачем. Мы играем по точкам, все знают, что делают. Мы знаем друг друга с детства, как бы все дружим, общаемся. И хоккей нас объединяет. Всего на турнир по хоккею «Валенках» на площади Куйбышева, организованный городским департаментом спорта, заявились пять команд. Играли они по круговой системе. На льду стандартные пять полевых и вратарь. Матчи проходили в два периода по пять минут. Участниками могли стать все желающие. Все необходимое для игры выдавали на месте. Мы учли некоторые замечания, которые были в прошлом году, когда организовали эту физкультурно-спортивную акцию. В этом году у нас в полном достатке и помещение для обогрева, для раздевалок, ну и инвентарь. Валенки, клюшки, весь инвентарь предоставляется организаторами. Триумфатором второго хоккейного турнира «Валенках» на призы городской администрации стала команда «Союз». Серебро у команды «Сбербанк». Также на педестал почета поднялись хоккеисты «Мехты». А у остальных команд теперь есть время до следующего турнира, чтобы отработать игру «Валенках» на льду и тоже стать призерами турнира. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.